Сегодня у Беларуси началось дотерминовое голосование по выборам депутатов Палаты Простовников Национального Сходу. У Гомельска в области на 17 мандатов претендуют 75 человек. Проголосовать дотерминово может любой выборщик, причем тлумачить причины, по яких у Ягоня Мамахшимасти сделать это в основный день, не нужно. Наши корреспонденты наведали несколько участков. Я предъявляю нашу урну для досрочного голосования и показываю, что она абсолютно пуста, и мы приступаем к ее опечатанию. Старшиня участковой выборщей комиссии Василий Ломач демонструет членам комиссии и назиральникам пустую урну для бюллетенев. Недзе про схвелину и она опечатывается. Ее ускрыть только 17 листопада, после завершения основного голосования. Управнение с иншими участок номер 9 Гомельской центральной выборщей округи не самый великий. Тут зарегистрованы крыху больше, как 700 человек, значная частка, с яких пенсионеры. Правда, на этот раз первый участок приходит навученка Гомельского училища Олимпийского резерву, чемпион Беларуси Павел Атреку Ганна Чуенкова. Это, до речи, ее первые выборы. Прийти у неделю не может, что тлумачиться тренировочным процессом, а принять эту делу голосовании лишить обовязковым. У меня скоро намечается тренировочный сбор, к которому я должна также подойти в соответствующей форме, и поэтому я занята в воскресенье. Узнала, что можно проголосовать досрочно, решила не упустить это право, и вот пришла уже сегодня. Участок для голосования номер 27 Гомельской юбилейной выборщей округи находятся у будинку, узведенном Яше у 1898-м годе. Тогда у этих стенах находилась Ушинская гимназия, а сегодня Беларуский державный университет транспорту. Студенты складают переважную количество выборщиков. На участок приходят с головным чином у перепынках по между занятками. Студент года у Владислав Пишек Яше раззнайомится с биографиями кандидатов. Основное потребование до претендента – опыт. Главным качеством является, конечно, опыт, чем человек занимался на протяжении своей жизни. Это тоже многое дает и показывает. Ну, я думаю, на этом можно основываться. У Гомельской области на 17 мандатах претендуют 75 человек. У середням это больше, чем 4 человеки на место. У гомельчан, которые голосуют на 10-м участку Гомельской промысловой выборщей округи, выбор и аж еще больше значный – 6 претендентов. Первые годины работы свечут, что значных проблем у людей не возникает. Что тыжится явки, то конкретных прогнозов не робит никто. Але на кон того, что выборы отбудутся, с умнению так само никто не выказывает. Достаточно активно ведет себя население на нашем участке. Во-первых, это рабочая категория, которая работала на ближайших предприятиях. Они и в выборах активно участвуют, и в целом в общественно-политической жизни государства. Поэтому ожидаем, что явка будет неплохая. Детерминовое голосование не проводится на участках, утворенных в установах аховы здоровья, которые оказывают медицинскую допомогу в стационарных умовах. Так само, подчас детерминового голосования нельзя проголосовать дома. Что тыжится режиму работы, то участки открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Как означается, на почнем посажении областной выборчей комиссии, никаких зауваг до организации выборчей кампании нема. Все, которые замечания были выявлены и рекомендованы для исправления участковым комиссиям, в том числе окружным, они все исключены. Поэтому в настоящее время, на момент открытия участка, все готово на стопроцентное.